Девушки отдыхают Мы заполним ваш отель! Здравствуйте! Известный некогда под названием Таврида полуостров богат многовековой историей, уходящей в античность. Миллионы туристов со всего мира приезжают в Крым, чтобы убедиться в его неповторимости. Чем же этот полуостров интересен и уникален как курорт? Именно об этом мы будем рассказывать в наших передачах. И тогда вы узнаете, почему надо отдыхать только в Крыму. Сегодня наша передача посвящена Коктебелю. Коротко о нем в следующей рубрике. Поселок городского типа Коктебель расположен в 20 километрах к юго-западу от Феодосии, на берегу Коктебельского залива, у подножия горно-вулканического массива Кородак. Его максимальная высота – 577 метров. Помимо живописных видов и причудливых скал, Кородак славится научным заповедником. Главное богатство полуострова – это климат. В некоторых местах Крыма он не имеет аналогов во всем мире. Благодаря могучему Кородагу, под боком у которого приютился поселок, здесь прохладнее и суше. Лето здесь обычно жаркое и засушливое. Однако из-за свежего ветра духа ты почти не ощущаешь. Осень долгая и относительно сухая. Со второй половины сентября начинается бархатный сезон и длится месяц. Зима обычно мягкая, отличается крайней неустойчивостью погоды. Температура иногда может колебаться от минус 25 до плюс 14 градусов. Весна в Коктебеле относительно прохладная, но в апреле уже тепло и солнечно. Что касается температуры морской воды, то зачастую она быстро прогревается еще в начале лета до 20 градусов. На пике жары может подняться до 25. Поскольку Коктебельский залив довольно маленький, то вода здесь нагревается значительно раньше, а осенью очень долго остается максимально комфортной для купания. Коктебель издавна прославился курортом для больных ревоматизма. Полезен его климат и для гипертоников, особенно осенью и весной. И самое главное, мягкий климат этой местности отлично подходит людям, которые испытывают проблемы с дыхательными путями. А мы продолжаем нашу передачу, и сейчас я предлагаю вам отправиться вместе со мной в небольшое путешествие по Коктебелю. Мимо чего никогда не проеду, а уж тем более не пройду, это закат. Особенно здесь, когда солнце прячется за загадочными сумрачными холмами Коктебеля. Кстати, добрались мы до этих живописных долин довольно экстремальным способом, но обо всем по порядку. Наше знакомство с Коктебелем началось еще с утра. Оставив наземный транспорт, мы отправились покорять вершины на воздушном. Кстати, как нам поведали инструкторы, параплан – это самый доступный вид авиации. Эта гора, гора Климентьева, обладает уникальным аэродинамическим свойством. Здесь образуются восходящие воздушные потоки. И, кстати, эта гора единственная с таким свойством в России и вторая в мире после Харрис Хилл США. Вот сейчас мне предстоит взлететь. Я еще не знаю, боюсь или нет. Поняла, что все-таки высоты не боюсь. И правду говорят, если человек хочет полететь, его не остановишь. После нескольких фигур пилотажа, во время которых мне все же стало страшновато, мы подлетели к соленому озеру Бараколь. Как оказалось, в этот день нам очень повезло. Удалось увидеть относительно редкое явление. Местные жители признаются, что соляную бурю сами впервые наблюдают за последние годы. Полетав примерно 40 минут, пришла пора опуститься на землю. Соприкосновение с ней было довольно мягким. И все благодаря профессиональному инструктору. В целом 10-12 дней, и человек уже становится самостоятельным пилотом, который может летать в спокойных условиях, не в таких, как мы сегодня летали. Это уже погода для мастеров сегодня была. В принципе, в этот день все складывалось так, чтобы нашей съемочной группе удалось ощутить в полной мере все прелести отдыха в этом поистине уникальном, а главное – оздоровительном уголке. Здесь образуется целебный коктейль из четырех видов различного воздуха. Со стороны кородака – это лесной горный воздух, морской со стороны моря. И с восточной стороны – степной, насыщенный фитонцидами лекарственных трав. Все, кто страдает астмой с первого дня пребывания здесь, могут забыть о своем недуге. Именно это заболевание у 16-летнего Максима Волошина становится одной из причин переезда его семьи в Коктебель. Спустя годы теперь уже известный поэт Максимилиан Волошин принимает в своем доме русскую интеллигенцию. С пустыми руками к нему не приезжают. Картины в стиле кубизма – самый популярный подарок. Многие из них представлены в этой мастерской. Здесь он не только принимал гостей, но творил как поэт и художник. А эта любимая картина Волошина называется «Коктебельк». Вот так раньше выглядел наш поселок. Пустынный песчаный берег. Дом поэта прекрасно вписывается в пейзаж Карадага. Руками Волошина в доме сделано многое. Например, эти полки для довольно внушительной библиотеки поэт смастерил сам. А вот из мастерской поэта среди очертаний Карадага отчетливо виден его профиль. Здесь же, напротив дома, памятник Волошину. Он расположен на современной набережной Коктебеля. Туристам, желающим отдохнуть в Крыму не один день, можно воспользоваться услугами сервис онлайн-бронирования 82ru.ru. Разместиться в Коктебеле возможно как в крупных, так и в мини-отелях, что, собственно, мы и сделали. Устроившись в одном из них, мы воспользовались довольно широким спектром услуг. Здесь есть все для тех, кто предпочитает спокойный семейный отдых и кто любит провести время с адреналином. Здесь очень такая уютная атмосфера. Насколько я заметила, за день путешествия достаточно доброжелательные люди. Пешая прогулка по одному из самых известных горных массивов Карадага занимает около пяти часов. Чтобы сэкономить время, мы решили отправиться в морской вояж вдоль его берегов. Примерно 160 миллионов лет назад здесь был образован вулканический массив. До наших дней сохранился лишь его большой обломок под названием Черная гора. Мистическая красота Карадага по сей день привлекает к себе тысячи туристов. Силуэты каждой из скал этого массива напоминают очертания людей и животных. Среди причудливых скальных образований одно из самых известных – золотые ворота. Мы сейчас подплываем к ним. Говорят, в плохую погоду. Здесь не каждый веснёт проплыть под ними, поскольку в воде много камней и рифов, можно с лёгкостью пробить борт. После довольно прохладной, признаюсь, морской прогулки мы пересели на четырёхколёсный вездеход. Путь предстоял весьма нелёгкий и некороткий, с остановками в невероятно живописных местах. Мы проехали примерно 7 километров, преодолели и подъёмы, и довольно опасные спуски. Долина Виноградников была просто бесконечна, это было экстремально и здорово. Скажу честно, уезжать из этого невероятного места никому из съёмочной группы точно не хотелось. И правду говорят, лучше один раз увидеть. Население Коктебеля – около трёх тысяч человек. В курортный сезон количество людей, пребывающих здесь, увеличивается ни много ни мало – до ста тысяч. С вопросом о том, где можно разместиться гостям Коктебеля, мы обратимся к нашему эксперту, начальнику управления маркетинга Министерства курортов и туризма Республики Крым Ани Нерозиной. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Эмилия. Давайте для начала, Анна, обратимся к статистике за прошлый год. У нас на экране информация о загруженности отелей феодосийского района, в который в том числе и входит посёлок Коктебель. Это цифры прошлого года, и мы видим по ним, что даже в самый пик сезона, а это июль и август, загрузка в коктебельских отелях не превышала 60%. Действительно, это не так много, поэтому можно сказать, что у Коктебеля ещё всё впереди, и российские туристы пока, к сожалению, недостаточно хорошо знают этот регион. Но, надеюсь, с помощью вашей передачи мы это исправим. Давайте, Анна, сейчас перейдём к вопросу о размещении туристов в Коктебеле, в самом Коктебеле уже. Какие варианты проживания в этом году может предложить этот курортный посёлок? По нашим данным, с июня в Коктебеле будет работать более 500 малых отелей, гостиниц, эллингов и небольших пансионатов. И хорошие новости, с прошлого года в Коктебеле появился крупный объект, объект более чем на 200 номеров, с хорошей качественной инфраструктурой, с открытым бассейном, с хорошим качественным отдыхом от квадроциклов до парапланов, яхтинга и так далее. Так что добро пожаловать в Коктебель. Ну и сколько человек он может разместить разово в Коктебеле? Более 500. И, говоря о Коктебеле, не могу не затронуть тему фестивалей. Можете нам раскрыть секрет, если это возможно, какие фестивали в этом году планируют организовать для гостей и жителей полуострова? На сегодняшний день известно о трёх фестивалях, которые пройдут в Коктебеле. Уже ставший традиционным фестиваль «Барабулька», который в этом году состоится в июне, с 10 по 12 июня. Коктебель приглашает гостей. Фестиваль посвящен энергострономической теме, нашей любимой крымской вкусной рыбке, вокруг которой строится всё действие. От мастер-классов с шеф-поварами и заканчивая до концерта и разных развлечений для гостей. Рыцарские бои также будут на фестивале, нам обещают. Интересное новое событие пройдёт в Коктебеле в июле. Как нам сказали организаторы, а это арт-студия при ГУП «Крымский туристский центр», событие называется «Фестиваль креатива в Коктебеле». И, как говорят организаторы, оно пройдёт на базе Коктебельского марочного завода. Что касается традиционного джазового фестиваля в сентябре, организаторы также утверждают, что он состоится, всё в порядке, Коктебель ждёт и принимает гостей. В сентябре по-прежнему. В сентябре. Анна, спасибо вам большое. И в завершение передачи я подготовила для вас небольшой обзор по местам киносъёмок. Крым всегда был и по-прежнему остаётся одной из самых привлекательных съёмочных площадок для режиссёров всех поколений. Множество советских и современных кинолент снято и в окрестностях Коктебеля. О некоторых из них мы расскажем прямо сейчас. Премьера первой советской комедии «Вестерн. Человек с бульвара Капуцинов» состоялась в 1987 году. Именно здесь, за Коктебелем, в Тихой бухте почти 30 лет назад, разворачивались основные действия известного советского кинофильма. Для съёмок в этой долине был построен ковбойский городок Дикого Запада Санта-Каролина с салоном, католической церквушкой и домами. Из-за выстрелов и взрывов, предусмотренных сюжетом фильма, Тихая бухта на время превратилась далеко не в Тихую. К сожалению, сегодня уже ничего не напоминает о некогда существовавшей здесь съёмочной площадке, поскольку декорации к фильму были сожжены. Годами ранее в этой же Тихой бухте за Коктебелем проходила значительная часть съёмок первого советского боевика «Пираты XX века». Фильм практически полностью снимался в Крыму, а на берегу бухты Тихая было возведено небольшое поселение тузенцев. Из тростника были построены вот эти бунгало. Надеясь на спасение, к этому самому берегу причалила шлюпка советскими моряками, чьё судно затопили пираты. Здесь же, в камышах Тихой бухты, снимали захват одного из пиратов. А эпизод с крушением ограбленного ими сухогруза Нежин напротив горы Кородак в Коктебеле. Гора Кородак и знаменитый профиль Максимилиана Волошина часто мелькают в художественном фильме экранизации повести Александра Грина «Алые паруса». В далёком 1961 году в Коктебеле, на месте современной набережной, были построены декорации маленькой приморской деревни Каперна. Именно здесь мечты юной осоль в виде белоснежного корабля под алыми парусами и в лице молодого влюблённого капитана Грея становятся пылью. Мы рассказали вам о Коктебеле, каким его увидели сами. И действительно, уезжать очень не хотелось. Наша команда вернётся туда обязательно ещё раз, чтобы вновь ощутить те незабываемые эмоции. Надеюсь, и вы побываете в Коктебеле, чтобы лично убедиться, отдыхать нужно только в Крыму. Вы хотите увеличить заполняемость вашего отеля? Мы предоставим вам качественный сервис по онлайн-бронированию. 82.ru.ру Расскажем всему миру о вас. Будьте с нами, мы заполним ваш отель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова